Не просто Мария Россиянке в Кувейте может грозить смертная казнь. Россиянке Марии Лазаревой, приговоренной в Кувейте к 10-му годам тюрьмы за якобы невыполненный госконтракт, хотят вменить еще и растрату средств ее инвестиционного фонда. При этом смертную казнь в стране никто не отменял, а от местных религиозных фанатиков давно слышны крики оторвать голову этой русской. Об этом известием рассказала адвокат заключенной Екатерина Духина. Она отметила, что оба дела связаны с нарушениями прав Марии и принципов правосудия, поэтому решить вопрос можно только на межгосударственном уровне. По словам адвоката, новая статья о растрате средств фонда предполагает тюремное заключение сроком на 10 лет. Однако сторона защиты россиянки подчеркивает, что смертная казнь в Кувейте по-прежнему остается реальностью. «Более года я не был на свежем воздухе. Россиянин Юрий Кирдюшкин на нечеловеческих условиях содержания в филиппинской тюрьме, такое наказание существует, и оно касается в том числе и экономических преступлений», сказала известием Екатерина Духина. Правда, за последние 30 лет существования Кувейта я о таких прецедентах еще не слышала. Но, с учетом того, что Марию уже осудили за якобы имевшие место беловоротничковые преступления, все может быть. Марию Лазареву арестовали в Кувейте в 2017 году. Против гражданки РФ было возбуждено два уголовных дела, о неисполненном контракте на создание стратегии развития в арабском государстве логистического хаба и о растрате средств портового фонда. Этим фондом управляла возглавляемая Лазарева инвестиционная компания В мае 2018 года суть приговорил россиянку к 10-му годам тюрьмы по первому делу. Второе находится на этапе расследования. Сторона защиты связывает причины преследования с попыткой конкурентов устранить компанию с местного рынка и приводит ряд нарушений, допущенных при рассмотрении дел. Политологи обращают внимание на то, что КГЛИ владеет семья шиитов, доля которых составляет только треть мусульманского населения Кувита, а конкурирующая компания Аджелити принадлежит влиятельной суннитской семье. По мнению защитников, противоречия между этими течениями ислама в значительной степени подогревают градус конфликта. Вызывает вопросы, по словам юристов Лазаревой, и позиции обвинения, в частности, речь идет о предполагаемом хищении средств вкладчиков фонда. Прокуратура Кувита попросила их заморозить на счет у Дубайского, но О-Банк, одновременно объявив об их пропаже. Предполагалось, что речь идет о краже, и именно с ней было связано открытое оголовное дело. Однако спустя несколько месяцев, по данным стороны защиты, инвесторам удалось снять арест со счета и выплатить деньги всем пайщикам, включая госкомпании Кувита, с прибылью в 200% к первоначальным вложениям. Расследование тем не менее продолжилось. Многие американцы спрашивают меня о моей стране. Российский заключенный Виктор Бут о жизни в тюрьме и надеждах вернуться на родину. На следующей неделе в рамках турни по странам Ближнего Востока глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Кувейт, где встретится с министром иностранных дел страны Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом. По словам стороны защиты, в МИД РФ знают о деле Марии Лазарева и держат его на приоритетном контроле. Адвокаты рассматривают дело исключительно в политической плоскости и делают акцент на том, что Лазарева гражданка России, да еще и женщина, которая сумела построить бизнес в арабском мире, что многим местным мешало спать спокойно. Защита уверена, граждане США или страны Европейского Союза подобному преследованию в Кувейте не подверглись бы никогда. Отец Марии обращался в МИД, в связи с этим ее дело было взято на консульский контроль. Консул регулярно посещает ее в тюрьме, «Однако для решения вопроса необходима политическая воля», сказала известием Екатерина Духина. «Российские дипломаты могут затронуть вопрос Марии Лазаревой, однако итоговое решение будет принимать Кувейтский суд», полагает востоковед Роланд Биджамов. «Вопрос будет поднят, и кувейтская сторона, в свою очередь, уделит ему пристальное внимание и, безусловно, поможет», сказал известием эксперт. «Однако окончательно все эти вопросы будет рассматривать суд, и не нужно надеяться, что по мановению руки проблема будет мгновенно решена». Единственным критерием должен являться закон. Защита Марии Лазаревой уверена, что дело о хищении средств инвесторов должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. Деньги не крали, и их уже выплатили с огромной прибылью. При этом и первое, и второе преследование основано на показаниях единственного свидетеля. Так что есть все основания начать пересмотре уже вынесенного приговора. В случае же, если россиянку осудят повторно, адвокаты будут ставить вопрос о ее экстрадиции.